здравствуйте я олег стреляный специальный корреспондент телевизионной программы наш дом торонто мы видим и слышим лишь то что хотим видеть и слышать фильтруя то что противоречит нашим убеждением и взглядом владимир поздно автобиографическая книга прощание с иллюзиями мы его ждали и он к нам приехал перед тем как приехать на творческую встречу с жителями торонто легендарный телеведущий журналист политик владимир поздно посетил канадскую телекомпанию этник чаннелс групп которая владеет и управляет торонто телевизионными каналами более 80 стран мира на одном из таких телевизионных каналах выходит программа григорий антимоне час интервью на русском языке ведущий популярной телепередачи задает вопросы своим гостям студии и зрители узнают много интересного непосредственно из уст уважаемых и талантливых людей очевидно всем зрителям будет интересно узнать о незаурядной судьбе владимира позднора поражает творческое долголетие журналиста более 50 лет работы в журналистике сша израиле странах европы и бывшего ссср сотни блестящих интервью с интереснейшими людьми планеты несколько документальных сериалов книги легендарного журналиста издаются на нескольких языках и расходятся внушительными тиражами уже скоро мы услышим все о чем шла речь в студии я знаю что многие услышат и впитают интересную информацию потому что к словам владимира владимировича невозможно не прислушаться его суждения всегда аргументированы а выводы всегда логичны и точны в этом наша съемочная группа убедилась побывав на творческой встрече эта встреча собрала людей неравнодушных умных ищущих ответы на самые сложные вопросы традиционно для творческой встречи во главу угла стало живое общение и яркая риторика когда между зрителем и героем есть лишь его величество слова наши истории с вами в чем-то похожи когда мне было 16 лет мои родители подали документы и мы уехали из казахстана сейчас мне 30 у родителей хорошая но не любимая работа у меня все хорошо у меня свой бизнес развивались но начиная взрываться несколько новыми вопросами для себя я объехал канаду я его любил как путешественник родина она никогда так и не с нами так вот вы как дедушка уже прадедушка не раз упоминали что ваши дети не говорят по-русски мой вопрос заключается в следующем можно ли сохранить русский язык поколения и остаться русским за рубежом или стоит ли все-таки собраться и переехать русский язык очень честный и очень непростой вопрос и лично во мне вызывает серьезные вопросы нет мои дети говорят у меня сын живет в москве дочь моя катя живет в берлине но она по-русски конечно и ее дети говорят то есть мои внуки маша уехавшая из советского союза когда ей было шесть лет она говорит по-русски абсолютно как русский человек и внук мой коля который родился в берлине он говорит по-русски но с акцентом с ошибками почему они говорят потому что мама говорит с ними только по-русски потому что она хотела чтобы они скромили этот язык политическое отношение не имеет никакого отношения к языку читали пушкина по толстого ну и тогда но уже мой правым которому два года и 8 месяцев сказать что он говорит ну ладно но он выражается на трех лет потому что его мама говорит с ним только по-русски его папа француз говорит с ним только по-французски а он ходит детский сайт и говорят с ним только по-немецки он не понимает что это три языка для него это одиннадцать но он знает что с этим надо так будет с этим но русский он понимает и говорит значит дети тех кто эмигрировали из советской россии после революции которые бежали от революции они это все-таки было в основном образовывали интеллигентная часть населения хотя не только они сохранили русский язык и для своих детей и для внутренних но в конце концов это уходит ты никуда не денешься так что но для своих детей я знаю людей вверх ведь одна судить и говорят по-русски как будто это достижение я прям поражаюсь вот такая не любовь видимо этому прошлому что вот пускай даже и не говорят на этом проклятном языке а как вам ответить я не знаю потому что но потому что не знаю если вам тут хорошо вам хорошо вот спокойно если мы точно не знали не сможете у всех варианте а cocaineouれない там если в конце яargument знаю 33 друзья не знал что что все-таки что нет domestic sarconyλα они перевоз go learn to work только черты которые но обезьян 승раков и как обыдать arts Allez to work 問題 сейчас я еще начал с проектами дальше things а с financial lobo минус 20 казахины и спонсировал его. Ну, это очень, очень трудно было. Вот так вот, как бы сказать, вот на вскид, я бы сказал, оставайтесь. И завершить свой очерк хочу словами из книги Владимира Владимировича Познера «Прощание с иллюзиями». Сегодня право человека эмигрировать, свободно ездить, куда хочется – модная тема. Тема «Мною думанное, передуманное». Моя жизнь самым драматическим образом менялась и ломалась из-за того, что мне было отказано в праве выезда. Из-за того, что я был отнесен к категории так называемых «невыездных». И все это, конечно же, повлияло на образ моих мыслей. Я ничуть не сомневаюсь в том, что право на свободное передвижение есть одно из основных прав человека. Любой, кто хочет покинуть пределы своей страны, на время ли, навсегда ли, рожден с этим правом, вне зависимости от законов страны проживания. Вместе с тем я всегда считал, что покинуть родину человек может лишь по одной, по-настоящему убедительной причине – из-за невозможности более жить там. Либо твоя жизнь в опасности и что-то угрожает неблагополучию твоих близких, любимых, либо жизнь так удушлива, что нет силы далее терпеть это. Человек уезжает не потому, что там молочные реки, не потому, что там больше товаров лучшего качества, не потому, что хочется заработать миллион. Человек уезжает потому, что больше не может жить здесь. Продолжение следует...